Си-Джей Энтус Хиро 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 Без двух Сталкеров А сейчас еще и вполне может потерять своих адептов Причем обоих, похоже, адепты пытаются уйти Харикайн еще немножечко завтыкал Ну и все время Тени он отправляет вперед А не назад, что довольно странно Но может быть он хочет объединиться вот с этими адептами Тут еще два адепта и их Хиро А нет, стоп, это те же Это те же адепты Их Хиро действительно великолепно встречает И я так понимаю, что Хиро сейчас полон решимости пройтись вперед После столь серьезных локальных успехов Ну действительно, что же Харикейн делает, отдает еще и сентри Хиро великолепно начал эту игру И я не думаю, что сейчас контратака одним единственным адептом сможет что-то изменить У Харикейна 36 рабов на 24 Но зачем ему такое количество рабов, когда сейчас ему нужно войско Ему нужно отбиваться, отбиваться ему откровенно нечем Красивые форсфилды, но у Хиро же здесь есть варпризма Ох-ох-ох А у Харикейна варпризмы нет, поэтому он отдает иммортала Великолепное исполнение, просто великолепное исполнение от Хиро Что это означает? Все, что мы с вами видим Ну это означает то, что я думаю, что сейчас станет 1-0 в пользу протаса Су Джентус нет никаких аутов абсолютно у Харикейна У него есть апгрейд на скорость атаки одному адепту И на этом все У Хиро великолепное войско, без каких бы то ни было апгрейдов Но здесь они ему и не нужны GG 1-0 и Си Джей Хиро пока абсолютно убедительнейшим образом доказывает свое превосходство над Samsung Galaxy Харикейном Нам показывали их историю противостояния Действительно там счет 7-7 И более того, последний раз ребята играли друг с другом 28 января В рамках SSL Main Event в сетке лузеров И тогда Харикейн одержал победу над Хиро, победу сенсационную А все предыдущие встречи этих ребят проходили в Heart of the Swarm Поэтому с точки зрения истории противостояния Харикейн Ну как минимум в не менее выгодном положении находится Но вот не история играет StarCraft В StarCraft, как вы прекрасно видите, играет скилл в режиме здесь и сейчас Вообще в StarCraft, я думаю, никто не будет с этим спорить Самое skill-based, как принято говорить в англоязычном комьюнити Киберспортивная дисциплина современности И вот в играх таких ребят, как Хиро, это чувствуется Наверное, в разы сильнее, чем в любых других поединках Великолепно отыграл Хиро, великолепно отыграл представитель CG Anthos Ну и сейчас трехкратный чемпион Intel Extreme Masters И победитель StarCraft 2 Star League Будет наверняка продолжать демонстрировать свой высочайший уровень игры Харикейну нужно как-то попытаться встать на одну ступень С его соперником Samsung Galaxy Hurricane-то тоже непрост Тоже очень неплохой игрок Тоже человек, который очень сильно вырос Как StarCraft'ер Я уже не знаю, как лично растет он там или нет Как StarCraft'ер очень сильно вырос за последние несколько лет И неплохо выступал, в том числе, на той самой StarCraft 2 Star League В начале этого года О чем об этой Star League я уже как раз говорил Вот, все-таки выбить того же Хиро дорогого стоит Но Харикейну, безусловно, не хватает стабильности Причем во всех матчапах Периодически мы видим от него такие проблески гениальности И в ПВТ, и в ПВП Иногда и против зергов получаются Но вот действительно нет той стабильности Которая позволяет всерьез ставить на Харикейна На турнирах вроде GSL, где недостаточно сверкнуть раз Где недостаточно справиться с одним соперником Да, нужно проходить как минимум двоих И сегодня, чтобы выйти из группы Харикейну придется обыграть либо Хиро, либо Дарка И то, и другое задание, безусловно, для него будет очень сложно Мне кажется, что больше шансов у Харикейна именно в ПВП Дарк все-таки необычайно хорош, но жизнь покажет Может быть, все будет не так просто Может быть, и у Дарка будут серьезные проблемы с Харикейном А то и с Депарча в стартовом матче с Харикейном То Дарк может вообще не встретиться Так или иначе, сейчас мы видим, что Харикейн снова играет через два гейта и адептов При этом CJ Hero поставил пилон Заметили где, да? В этом узком проходе перешейки В проходе, который позволяет максимально быстро пройти по земле дистанцию между двумя локациями Из-за того, что этот проход закрыт, приходится сейчас Харикейну идти по другому направлению Придется ему идти там где-то поверху Причем по какой-то совсем невероятной дуге сейчас адепты ходят Так или иначе, дальше в Старгейт оба перешли В этом нет ничего удивительного Поскольку расстояние по воздуху как раз минимально на карте Нью-Геттисбург И, конечно, ПВП здесь очень сильно именно через Старгейн Харикейн очень хотел бы разведать, очень хотел бы узнать, во что идет соперник Пока такой возможности нет И в итоге за счет игры через один гейт против двух Мы видим, что Старгейт раньше, Нексус раньше у Хиро Но зато Харикейн сейчас приходит своими двумя адептами И делает уже 4 киллса Ну, 5 рапов теряет СиДжей Хиро 19 на 26 в данный момент Хиро очень сильно отстает При этом Хиро играет в Оракулу, а Харикейн Феникса Вот это очень опасно сейчас для Хиро То, что он потерял несколько рапов Скорее всего, на ход игры существенного влияния не окажет А вот то, что он потерял сейчас очень важного юнита То, что он потеряет, точнее, сейчас очень важного юнита Потеряет Оракула, еще и напоровшись на Феникса Который, конечно, ультимативную позицию занимает Посмотрите, посмотрите, как расположен Феникс Харикейна Реакция, правда, немного запоздавшая от протаса Samsung Galaxy И Хиро, судя по всему, спасает Оракула Это довольно важный момент Сейчас его собственный Феникс вылезет Опа! И первым выстрелил Феникс Хиро Поэтому надо добивать Да, надо просто добивать в данном случае Оракула Отдавать своего Феникса Это нормально Сейчас был абсолютно нормальный размен у Харикейна Феникс стоит 150 на 100 Оракул 150 на 150 К тому же Феникс Хиро еще и при этом пробит Так что у Харикейна, я думаю, сделал все абсолютно правильно И абсолютно правильно Харикейн ставит второй Старгейт Для того, чтобы получить преимущество по воздуху Хиро понимает, что, наверное, по воздуху За соперником ему не угнаться Ведь экономическое преимущество именно на стороне Протаса Samsung Galaxy Поэтому надо идти немножечко в другом направлении Надо ставить Твайлайт и делать Блинк Другое дело, что при таком варианте игры Возможно, нет резона продолжать подстраивать Фениксов Поскольку вы уже гарантированно Отдаете сопернику воздух Это во-первых А во-вторых, мне кажется, что очень рискованно Идет куда-то своими сталкерами Хиро, мы-то с вами видим, что адепты на карте Хиро об этом не знает А, но с другой стороны у Хиро есть Феникс Поэтому это не проблема Согласен Согласен Сталкеры вернулись домой Ну и Прокси Даркшайн Вот такое решение От игрока из Сиджентус Отличное решение Он находится позади Он понимает, что скорее всего Отдаст воздух И он понимает, что у соперника Вряд ли сейчас есть детекция Ее можно построить Есть два Старгита Можно построить Оракулов И дальше детекции Обезвредить Дарков Пусть даже Оракул не столь универсальный детектор Как Обсервер Все-таки он может помочь Но с другой стороны Отсутствие Роботикса В такой ситуации Это всегда повод Сыграть Дарков И я считаю, что Хиро Делает правильную вещь Вот неправильную вещь Он делает сейчас Когда приходит с сталкерами Зачем-то Вот опять же Он же понимает, что Скорее всего отдает воздух Но если он отдает воздух То зачем он идет вперед с сталкерами Зачем он идет вперед фениксами Похоже, фениксами он пошел вперед Для того, чтобы выманить фениксов соперника Для того, чтобы Харикейн полностью сконцентрировался на вот этой воздушной дуэли Но дело в том, что фениксы дома При отсутствии детекции все равно так себе помогут против Дарков Тем не менее Пока в заказе нет Оракулов Фениксы, безусловно, с Дарками ничего не сделают Воздушную дуэль Харикейн выиграет, но толк с того Роботикс только на середине И если сейчас успеть обесточить оба Старгейта То это будет конец Вот первый Старгейт Обестачивает сейчас Хиру И второй Старгейт он тоже успеет обесточить И в том и в другом случае надо убить только один пилон Этого более чем достаточно И все И Дарки сейчас просто закончат эту игру в пользу Хиру Поскольку у Красного Протоса тупо нет детекции Да, тут, конечно же, есть фениксы Красных фениксов много Но, опять же, чем убивать Дарков Дарков убивать нечем Они могут нарезать сколько угодно пробок Пока у них будет хватать маны Но здесь неужели Хиру все-таки немного невнимательно играет Не обесточил он новые пилоны И таки появится сейчас один Оракул с другой стороны Ну не факт, не факт, что это так уж сильно поможет Да, здесь не успевает СиДжей Хиру Это большая ошибка, честно говоря Очень большая Но, понимаете, фишка в том, что на карте сейчас три Дарка Оракул уже потратил свою детекцию Дарков можно вот так подводить по одному И Харикейн, конечно, все понимает Немножко не доработал Хиру в этом эпизоде Дал построиться Оракулу Но дальше ошибки не допустил Очень здорово, очень грамотно развел Дарков Отдавал их по одному И Харикейн понял, что, конечно, тут С Оракулами в качестве детекторов не навоюешь GG 2-0 Вот так вот, даже несмотря на неудачный старт во второй игре Хиру оказался сильнее Харикейна И теперь у Протаса Самсунг будет шанс в матче Лузеров А Хиру будет ждать победителя ЗВЗ в матче Винера В матче за первое место в группе G Редактор субтитров А.Семкин Продолжение следует...